хеллоу 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 друзья и товарищи давайте сегодня посмотрим на игрушку спящие собачки спящие песики sleeping dogs sleeping dogs короче спящие псы графон как вы видите вполне очень даже ничего мне нравится текстуры офигенные не знаю видел по моему на канобу в каком-то из видео выпусков они там рассказывали что графика будет ужасной стремной откуда они взяли такую инфу я не знаю графика обалденная очень даже ничего и вполне прикольная давайте я вам покажу настройки вот менюшка так сделала смотрите весьма прикольно сейчас я тут сохранюся всякий пожарный кстати менюшка удобно управлять клавиатуры как ни странно все клавиши стоят на своих местах удобно все сделано вот видите если нужно назад назад пойти нужно бэкспейс нажать дополнительные настройки кью сохранить кнопкой и вот смотрите дополнительные настройки уровень сложивания не стал экстрим или высоко высоко выставлять в принципе сглаживание всегда отнимает до хрена производительности все начинает тупить тормозить а чтоб там такие красоты появлялись такого нету так а почему интересно текстуры да непонятно какие-то небольшие люки и все это включал и все это должно быть на высоком уровне но почему-то это не так мплей пока такой драйвовый конечно все время приходится бегать кого-то бить смотрите я купил увеличение удара мплей похавать можно не графон обалденный классная графика и при этом ничего не тормозит все хорошо оптимизировано ну как я уже сказал геймплей офигенный драйвовый все время приходится бегать биться драться огнестрельного оружия это в принципе еще только начало огнестрельного оружия еще не давали и на на транспорте я еще не ездил интересно конечно интересно конечно попользовался транспортом посмотреть как он себя ведет на дороге вот видите мы тут реки тирсом занимаемся таким вот сбиваем бабло принципе история конечно уже избитая но я никогда не смотрю на саму на сюжет на историю это все хрень полная уже все все на свете во всех играх фильмов было ничего нового не придумаешь короче мы играем типа закопа под прикрытием и он тут пытается внедриться в банду и он тут пытается внедриться в банду смотрите как весело да графон вообще весьма неплохой смотрите все отражается на асфальте мокрым много разных деталей текстуры хорошего качества повышает бодрость духа ну давай отойди тёлка б конечно загляну да 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 нет на пищи а он а и и и и и качан капусты в жопу а сейчас меня побьют все труба реки тирсла закончилась хоп оба 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 давай бабло короче пол квартала надо потрасти надо купить хавку так у меня полное здоровье короче не буду тратить бабло и и ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Короче, друзья мои, я могу сказать вам, что игрушка неплохая, весьма неплохая, тем более, такое было затище. А теперь можно поиграть в такую весьма неплохую игру. Поэтому я вам рекомендую. Плохо, что нету транспорта, еще хотелось бы поездить. Ну, я думаю, там будет все не насколько плохо, что не будет хотеться играть в игрушку. Ну, вот начинаются такие GTH-шные приколы. Когда можно одеть своего героя. Так, а у меня бабла хватит. Да, ее практически не видно. А, и нельзя купить, хорошо, понятно. Вот так он отталкивает прохожих. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Поехали. но сами смотрите какие прикольные текстуры и как я говорю особенно прикольно что при этом все работает и ничего не тормозит что но вот и и и и и и и и и Продолжение следует... 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 А тут целая куча головорезов. Иди сюда. Так, у меня сейчас труба будет. Что-то не получается, как они меня учили в этом. В обучении там было, если удерживать правую клавишу мышки, он наносит тяжелый удар. Но что-то оно ни хрена не работает, странно. Ну, короче, ладно, как раз вовремя все это дело случилось. Давайте, ребята, на этом заканчивать. Игрушка весьма неплоха, как я уже сказал. Тем более, такое было затище, а сейчас вот вышла спящие песики. Весьма неплохая игруля. Советую вам поиграть. Я думаю, этой игрушке можно выставить по 10-ти балльной 6,5 баллов. Или даже 7. Что весьма неплохо. Давайте, ребята, увидимся, услышимся в следующий раз. Всем пока! Ребята, и снова здравствуйте. Сразу после того, как я выключил запись, появилась возможность покататься. Оу, фак. Ну, такое управление, конечно, своеобразное. Да, GTA IV, конечно, ему далеко. Вот видите, такой моцик. Он к нему как прилип. Упасть нереально вообще. Так, а можно слезть и взять машину? Походу, не. Но это вообще тупо. Прикиньте. Нельзя слезть в любом месте. Да, это, конечно, глупо вообще. Или я что-то не то нажимаю, хотя я уже все кнопки попробовал. Вот так вот можно моциком машины толкать, таранить. Похоже, он вообще, да, не падает с тачки. С моцика, смотрите, можно врезаться на любой скорости. О, не свалился. Ну, это тяжело сделать, скажем так. Ой, что-то залез на нее. Да, взять любую тачку нельзя. Ну, ясно. Везде есть свои минусы. Нужно взять такси, а сесть в любую тачку, походу, нельзя. Это, конечно, очень галимо. Ну, ясно, куда там игрушкам тягаться с джиждара. Это такой для них недостижимый идеал. В общем, часть с транспортом сделана хреново, честно сказать. Я думал, тут будет свобода действий. Можно будет в любую тачку сесть, кататься. И вообще все это будет прикольнее реализовано. Ну, все равно, несмотря даже на это, игруля неплохая. И все, я думаю. За 7 все. Давайте на этот раз точно...